МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Ольга Пырочкина, в эфире программа «Местное самоуправление» и в этом выпуске. Важнейший представительный орган столицы Чувашия. Чем занимаются, за что отвечают и чем могут помочь депутаты Чебоксарского городского собрания. Бороться и искать, как будут решать вопрос с парковочными местами в городе. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что уже сделано в Чебоксарах, чтобы навести порядок в области нестационарных торговых объектов? Далекий, неспокойный 1993 год. В России гипят политические страсти. В конце сентября, начале октября происходит так называемый Ельцинский переворот. 12 декабря всенародным голосованием принимают новую конституцию, которая с некоторыми изменениями действует и по сегодняшний день. Затем происходит реформа местного самоуправления. И уже в 1994 году россияне выбирают новые представительные органы местного самоуправления. И столица Чувашия не исключение. В одних городах России представительные органы местного самоуправления получили название городских дум в других городских округах. Ну а в Чебоксарах городского собрания депутатов. Чебоксарское городское собрание депутатов – представительный орган муниципального образования. Городской округ Чебоксары состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Деятельность депутатов городского собрания в основном связана с двумя направлениями. Это нормотворческая деятельность и работа с избирателями, в основном в тех округах, от которых они выбраны. Депутаты принимают участие в обсуждении проектов нормативных документов города, наседаниях собрания, постоянных и временных комиссий, а также голосуют за их принятие либо отклонение. Кроме того, депутаты могут выступать инициаторами разработки проектов новых правовых актов и поправок к ним. Конечно, круг вопросов, который относится к ведению органов местного самоуправления, ограничен. К примеру, городское собрание депутатов не может увеличить пенсии или содержать рост цен на бензин. Зато именно от решений депутатов зависит, каким будет городской бюджет, как будет благоустроен или застроен город, как население будет обеспечено, к примеру, парковочными местами или детскими площадками. Иными словами, жизнь столицы Чувашии во многом зависит от Чебоксарского городского собрания депутатов. Все решения принимаются на заседаниях собрания. По регламенту они должны проводиться не реже, чем раз в три месяца. Однако в городской депутатской практике принято проводить собрания ежемесячно. Депутатов нынешнего созыва Чебоксарцы выбирали в октябре 2010-го. С тех пор система несколько изменилась. И в сентябре мы будем выбирать шестой созыв уже по-новому. Если напомнить нашим избирателям, нашим жителям города Чебоксара, что у нас на сегодняшний день составляет 33 депутата, то есть город поделен на 33 избирательных округа. Но были внесены изменения в устав города Чебоксара в 2014 году, где мы количество депутатов городского собрания изменили. И на сегодняшний день составляет количество депутатов уже в новом созыве. Это распространяется изменение только на новый созыв, на шестой созыв, который изберутся в 2015 году в сентябре. Количество избирать депутатов будет 43. Будет применяться смешанная система выборов, мажоритарная и пропорциональная. По мажоритарной системе у нас будет избираться 21 депутат, то есть весь город мы поделили на 21 округ. Еще есть 22 депутата, которые избираются по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Теперь каждая политическая партия, которая захочет участвовать в выборах в органах местного управления, вправе подготовить соответствующие документы, провести партийные конференции и выдвинуть свои списки кандидатов, которые будут принимать участие в голосовании. Следовательно, 13 сентября на избирательном участке наши избиратели города Чебоксар увидят два бюллетеня. Первый бюллетень, который будет по одном адаптным округам, то есть по фамилии, скажем тогда, действующих депутатов, либо тех, которые зарегистрируются, и уже будет второй бюллетень получат по партийным спискам. То есть уже во втором бюллетене будут представлены политические партии. Кстати, если по каким-то причинам вы не сможете прийти на избирательный участок 13 сентября, проголосовать можно будет досрочно с 3 по 13 сентября. Для этого нужно подать заявление в участковую комиссию. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с Позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже складывают стихи. Проблема эта знакома, увы, и чебоксарцам. О том, как планируют ее решать, расскажем прямо сейчас. Когда проектировался и строился центр столицы Чувашии, конечно, никто не предполагал, что через несколько десятилетий значительная часть горожан будет передвигаться на личном автотранспорте. Нынешний проспект Ленина, который проектировался как проспект Сталина после знаменитого хрущевского постановления об устранении низлишеств в архитектуре и градостроительстве, даже урезали в ширине на 7 метров. Сейчас эти метры и дополнительные парковочные места были бы, конечно, совсем не лишними. Даже те районы, что, казалось бы, построены совсем недавно, на нынешний уровень, автомобилизация совсем не рассчитана. Очень сложное положение с машинами во дворе, негде буквально поставить. Вот, знаете, очень много людей новых заезжает в дома, в старые дворы, а машин все больше и больше. И эту проблему почему-то как-то не решают. А если даже решают, знаете, берут и отрезают на детских площадках территорию. В новых домах даже вот эти вот новые дворы, они все равно не предусмотрены для машин. А что дальше будет, ну, страшно представить уже. Я водитель, честно говоря, мне стыдно за наш город. Куда не идешь, везде такая, извините, пробки. Приезжаешь после новых дома, машина стоит вокруг, а нигде нет хорошей стоянки, нигде нет. Ты вот, пожалуйста, у нас наш двор. Машина заезжает, пожар не заедет, сфор не заедет. Следующее решение, которое приняли депутаты на 50-м заседании, проблему нехватки парковочных мест в существующей застройке, конечно, не решит. Зато может избавить город от этих хлопот в будущем. Ключевым параметром, определяющим потребность в местах хранения легкового автотранспорта и сооружениях для его обслуживания, установлена проектная обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, которые определенно исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения. Согласно изменениям проектный уровень автомобилизации населения, легковые и грузовые автомобили, мототранспорт следует принимать равным 470 автомобилям на 1000 жителей. А уровень обеспеченности населения индивидуальным легковым автотранспортом не менее 350 автомобилей на 1000 жителей. Приняли новые правила по благоустройству, приняли новые нормативы по увеличению парковочных мест непосредственно в жилых домах, в офисных помещениях, в торговых центрах. Везде должны обязательно появиться теперь уже места для инвалидов, чего раньше не было, кстати. Значительное увеличение пришлось, допустим, по жилым домам на количество парковочных мест в зависимости от квартир. Нынешний норматив, который сейчас у нас присутствует в городе, он очень маленький. Если мне не изменяет память, там было на 100 квартир, 9 парковочных мест. Сейчас этот норматив очень сильно увеличивается. Новый норматив ложится на тех застройщиков, которые только сейчас делают разрешительную документацию. Проекты новые делают. Сейчас это все они уже должны будут предусмотреть. Существующие застройки, естественно, уже поменять невозможно. Ну, сами представьте, вот есть целый микрорайон по парковочным местам. Там надо было увеличить по новым правилам в 10 раз. Невозможно же это уже сейчас переделать. Исправить ситуацию в существующей застройке тоже можно с помощью многоуровневых паркингов. Сейчас руководство города ищет инвесторов. Нестационарные торговые объекты. Проще говоря, ларьки и киоски. С одной стороны, удобно. Можно купить любой товар от жвачки до шариковой ручки прямо у дома или остановки, не заходя в большой магазин. С другой стороны, это испорченный внешний вид города и часто нарушение правил торговли. Так или иначе, в этой области нужно навести порядок. О том, что уже сделано в столице Чувашии, расскажем в следующем материале. Еще в 2009 году в нашей стране вступил в силу закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. В статье, которая посвящена нестационарным торговым объектам, сокращенно НТО, сказано, на муниципальной или государственной земле они могут размещаться только в соответствии со схемой, которую разрабатывают и утверждают органы местного самоуправления. В столице Чувашии размещают киоски, основываясь не только на требованиях закона, но и мнениях граждан. Депутаты 5-го созыва Чебоксарского городского собрания депутатов много сделали в отношении наведения порядка по нестационарным торговым объектам. Первое, о чем стоит сказать, это разделение разработки и утверждение схемы нестационарных торговых объектов. Что это значит? Если ранее все это делала администрация, сейчас администрация разрабатывает схему нестационарных торговых объектов, а депутаты, учитывая мнение жителей города, своих округов, смотрят, где, может быть, не нужны эти торговые объекты, или, наоборот, есть где-то необходимость, и они утверждают эту схему. Но мы считаем, что это более правильный подход, он позволяет услышать мнение людей, живущих в том или ином округе нашего города. Не только закон о торговой деятельности может повлиять на работу киосков. Так, на очередном заседании депутаты городского собрания внесли изменения в правила благоустройства столицы Чувашии. Отныне там значатся следующие пункты. Для нестационарных торговых объектов необходимо предусматривать ограждающие металлические конструкции, включая двери, витражи, фальш-витрины и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной текстурой и фактурной поверхностью. Для изготовления модернизации объекта и его отделки в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, садинга, рулонов и шиферной кровли, металлочерепицы. Применение деревянных конструкций допускается на сезонных объектах общественного питания, летних кафе. Впрочем, в заботе о гражданах и облике города главное не переусердствовать и не задушить серьезную прослойку малого предпринимательства. Так или иначе, работа по наведению порядка в этой непростой области ведется. Причем по принципу и волки сыты, и овцы целы. Внешний облик столицы Чувашии становится лучше, малое предпринимательство развивается, жители города обеспечены торговыми точками. Буквально на днях демонтировали киоск на привокзальной площади Чебоксар. Во-первых, он не соответствовал архитектурным требованиям. Во-вторых, его владелец не платил горду за аренду земли с 2011 года. В схеме размещения НТО данный киоск не значился. После демонтажа конструкции это место можно будет выставить на аукцион. Вполне возможно, что скоро его займет добропорядочный арендатор и установит здесь киоск, который будет соответствовать всем требованиям. 24 июня в Чувашии отметили День Республики. Приехало много гостей иностранных делегаций. Большинство из них совместило приятное с полезным. И на праздники побывали, и о сотрудничестве с руководителями региона и столиц Чувашии поговорили. О том, что общего у нашей республики и далекой Италии есть и будет, в следующем материале. Предприниматели Италии осудили санкции в отношении России. Итальянцы намерены опротестовать санкции ЕС против России. Такими заголовками пестрит интернет. Пожалуй, лучшее подтверждение искренности высказываний. Большая итальянская делегация, которая прибыла в столицу Чувашии накануне Дня Республики. Добрый день, уважаемые гости. Вы привезли к нам не только теплую, но и жаркую погоду. Мы говорим, что Чебоксары – это сердце России, в центре России находимся. Именно Чебоксары стали столицей релейной и электротехнической промышленности. Кроме того, здесь и в городе Спутники, Новочебоксарске, развито машиностроение, пищевая и химическая промышленности. Строительство, рассказал гостям Леонид Черкесов. По результатам прошлого года Чувашия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по объему введенного жилья на одного человека. Мы знаем, что итальянцы – хорошие строители, использующие новые технологии. Я думаю, что ваш опыт здесь пригодится. Самое главное, наверное, это производство новых, по новым технологиям строительных материалов. Я представляю группу «Звир». Это предприятие производит химическую продукцию для строительства. Мы познакомились в один из этих дней с партнером, который заинтересован в нашей продукции. И я надеюсь, что это сотрудничество принесет свои плоды. Мы произвели встречу с Залкетра. И по итогам этих переговоров мы назначили вторую встречу в Риме с 15 по 20 июля. И в ходе этой встречи будет договариваться совместный производство по строительным снижениям с историей Чувакса. Еще одна точка соприкосновения в области строительства – подготовка кадров, проектировщиков, конструкторов и архитекторов. Чувашский государственный университет имени Ульянова планирует наладить обмен студентами. Готовы сотрудничать с республикой профессора одного из крупнейших университетов Европы – Ла Сапиенца. Мне бы хотелось выразить свои комплименты администрации этого города. И мне кажется, что этот город очень организован и в нем удобно жить. Я преподаю в университете Сапиенца. Мы даем знания как с точки зрения проектирования, так и с точки зрения новых технологий в строительстве. Кстати, возможно, итальянцы помогут бороться руководителям столицы Чуваши с национальной бедой. Дело в том, что в Италии хорошо строят дороги, причем еще со времен Муссолини, считают специалисты. В нашей стране, и в частности в республике, их опыт явно не будет лишним. Конечно, при условии, что итальянские технологии выдержат наш климат. Теперь представители бизнеса общества Чуваши будут ждать с ответным визитом. Санкции, да, конечно, это большая проблема сейчас, но Италия, сейчас мы очень много работаем здесь, в России, все наше итальянское посольство, и мы должны очень много работать против санкций, потому что это наша миссия здесь. Итальянские бизнесмены, естественно, против, потому что это никому не ведет положительную сторону, и мы стараемся все равно развивать отношения коммерческие, поэтому вот наш бизнес-визит, мы хотим им показать, что Италия настроена на отношения. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова